Относительно молодой, очень красивый и ухоженный микрорайон. Но и здесь нашлись проблемы. Из-за загруженности дорог многие из автолюбителей используют дворы не по назначению для объезда перекрестка. Но сэкономленные минуты могут обернуться аварией. Узкий участок дороги, загороженный бордюром, мешает разъехаться транспорту. Очень сложно разъезжаться, особенно зимой, когда скользко. У нас здесь постоянно всю зиму происходит ДТП. Обращались в управляющую компанию, но они говорят, что это не их, это администрации города. Это нужно туда писать коллективное письмо. Если они решат, что это можно что-то сделать, значит, тогда кто-то это, может быть, и уберет. Тот светофор наковыльный, который под камерами, он работает очень долго. На красной там долго стоят люди. И все пытаются здесь объехать. Обилие магазинов на первом этаже здания делает этот участок дороги еще более оживленным. Интенсивное движение заставляет читинцев ходить здесь с риском для здоровья. Пешеходы тоже очень часто подвергают своей жизни опасности. Проезжающие мимо автомобили чаще всего не пропускают людей, даже несмотря на знак, обозначающий жилую зону, в которой человек может двигаться как по тротуарам, так и по всей ширине проезжей части. В общем, вопросов к архитектору этого островка остается очень много. Этот вот участок, он не облагорожен, ничего. В общем, полное неудобство. И люди проходят, чтобы пройти к нам в магазин, идут прямо по проезжей части. Прямо под машины, через машины. В общем, и что в нем, какая полезность, совершенно непонятно. Вот его убрать хотя бы наполовинку было бы просто великолепно. Управляющая компания о проблеме жильцов знает, но помочь ничем не может. Ссылается на то, что территория принадлежит городу, а потому отправляет с этим вопросом к архитектору Читы. Сам же островок, или как его называют местный царский язык, неудобен абсолютно для всех. Сейчас столица Забайкалья осталась безотчего, но люди надеются, что с приходом нового градостроителя их проблема будет решена.